Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. В эфире вновь Врача Медиа. Я Кундуз Джугубаева. И по традиции мы выносим на обсуждение самые злободневные и актуальные темы вопросов по вестке дня. Молчать нельзя писать. Давление на независимые СМИ продолжается. Эту тему сегодняшнего эфира мы обсудим с журналисткой «Кактус Медиа» Диле Юсуповой. Диле, добрый вечер. Спасибо, что у Диле. Добрый вечер, Кундуз. Добрый вечер. Диле, сегодня Верховный суд вынес решение по касационной жалобе относительно иска «Зао Бишкек» к общественному фонду «Про Медиа Плюс», то есть «Кактус Медиа». Напомню зрителям и слушателям о том, что ниже стоящие две инстанции, это Бишкекский городской и Первомайский районные суды, обязали «Кактус Медиа» и лично журналиста Диле Юсупу выплатить по 500 тысяч сумок за «Вечерний Бишкек» в качестве моральной компенсации. Диле, расскажите, какое окончательное решение принято Верховным судом и о каком материале конкретно идет речь? Ну, давайте вернемся год назад, в конец 2022 года, когда «Вечерний Бишкек» выпустил свою последнюю газету и на главной странице попрощался со своими читателями. Многие из моих коллег «Кактус Медиа» являются выходцами из «Вечернего Бишкека», в том числе и я, я там работала почти два года, и мы решили написать материал о том, что закрывается газета, которая выходила 49 лет. Посыл материала был очень добрый о том, что отживают свои печатные издания, о том, что газета была для многих своеобразным символом, все очень переживали по этому поводу, и мы написали о том, что «ЗАО» издательский дом «Вечерний Бишкек» имеет многочисленные миллионы долги, их имущество находится в аресте, и то, что, по сути, они являются банкротом. Им не понравилось непосредственно слово «банкрот». О том, что появился в отношении нас иск, мы узнаем, выходя с новогодних каникул на работу, и вот эта история длилась до сегодняшнего дня. Их претензии были в размере 50 миллионов сомов суммарно, с издания 25, с журналистов главного редактора еще 25 миллионов, и они также требовали опровержения. Суд районной инстанции «Первомайский» в лице судей Дилды Сейдалдаева вынес решение о том, что наша компания должна в «Вечернем Бишкекке» 500 тысяч, и я лично 500 тысяч. Но, естественно, что мы не согласились с таким решением, сторона ИСЦА также не согласилась с таким решением, и заседание, иск, касационная жалоба была подана городскую инстанцию. Суд там прошел достаточно быстро, и он оставил в силе решение районного суда. Мы, следуя дальнейшим шагам, обратились в Верховный суд, который вынес вот такое решение. В отношении меня он снизил претензию до 100 тысяч суммов. В отношении компании все осталось без изменений. Вот если вкратце, то так. Вот юристы Института Медиаполисе назвали решение суда несправедимым, и отметили, что моральный вред не может быть взыскан с юридического лица. Он может быть взыскан только в пользу физического лица. Получается, решение суда не только несправедивое, но еще и незаконное? Ну, Нурбеку Садыкову и Ахмату Алагошеву спасибо им большое за то, что ввели наш полностью процесс. Конечно, виднее. Я с ними согласна. Я считаю, что юридическое лицо – это компания, это большая компания, которая владеет зданиями, процессами, производством, не может испытывать никаких нравственных страданий. Ну, то есть представьте, что здание обидели, грубо говоря. То есть бумагу компании обидели. То есть обидеться может человек. Он может испытывать как бы нервное потрясение и прочее, но никак не компания. Об этом говорили и многие адвокаты, которые мы опрашивали, специалисты в своем деле, очень такие маститы, эксперты. И все как один ссылаются на плену Верховного Суда 2004 года, где четко прописано, что моральный вред можно нанести только физическому лицу. Но либо судьи забыли про это решение плену Верховного Суда, либо предпочли не обращать внимания. Я не могу гадать и решать за них. Но факт остается фактом. Мы по-прежнему считаем решение Верховного Суда несправедливым. Вот также юристы заявили о том, что сейчас будут обращаться в международные организации, различные ООН. Как вы думаете, это даст свой эффект? Ну, на самом деле, это очень долгая перспектива, процедура. Рассматриваться очень долго, в несколько лет это может занять. Но если Кыргызстан член ООН и берет на себя обязательства быть членом этой международной организации, соответственно, он должен их исполнять. И если комитет ООН вынесет решение о нарушении, я думаю, Кыргызстан должен их исполнить. Как будет складываться дальше, я пока ничего не знаю. Но мы знаем прецеденты. Это дело правозащитника Азимджана Аскарова. Он очень долго рассматривался. В итоге комитет ООН признал, что были в отношении у него пытки. Кыргызстан пересматривал это дело. В отношении нынешнего главы информационного отдела администрации президента Дайрбека Врунбекова также было вознесено решение. Хотя это было, когда на него подавали в суд. Это было около семи лет назад. И вот совсем недавно это было. Кстати, это дело также ввели институт медиаполис. Очень интересно складывается ситуация, когда оппозиционер становится представителем власти. И вот мы, получается, выходцы из одной сферы получились по разные стороны. Ну вот такая вот история. То есть как это будет, мы сейчас еще с нашими юристами обсуждаем. То есть сегодня только вынесены решения. То есть еще совсем много непонятных моментов. Вот, Диля, вы тоже отметили сами, что изначально сумма иска составляла, да, 50 миллионов, и это вот баснословная такая сумма, несовязмерная такая. Как думаете, вот требуя выплатить эту баснословную сумму, была цель обанкротить издание, да, «Кактус», иначе как это можно понять, объяснить? Юрист Татебу Буэргишбаева еще, когда выносилось решение в районной инстанции, заявила, что дело как бы может носить политический характер. И нас считают оппозиционерами, но мы себя такими не считаем. Можно сделать вывод о том, что таким образом нас пытались обанкротить. У нас нет таких денег, сразу говорю. И вот эта сумма для нас очень, как бы, ну, достаточно существенная, с учетом того, что у нас работает большое количество людей, которых надо кормить, которые зарабатывают. Сегодня один из моих адвокатов, Ахмат Алагушев, тоже предположил, что, возможно, носит политический характер. Ну, достаточно почитать публикации в Эбеке и Джи, да, это вот электронная версия газеты якобы. И кактус-медиа, что мы, как бы, придерживаемся, ну, достаточно противоположных точек зрения. То есть, и, видимо, чьими-то их руками, возможно, можно только предположить. То есть, я не могу утверждать, что, может быть, это как раз-таки политическое дело. Ну, вот мои коллеги говорят, что да, ты теперь официально политический журналист. Я говорю, я долго к этому шла. И как вы думаете, давление на кактус-медиа, как на независимые СМИ, которые сейчас объективно освещают, ну, по нашему мнению, объективно освещают происходящее в стране, будет продолжаться? Они будут принимать попытки закрыть здание? Ну, я вообще не понимаю, что творится в голове у власти, у наших нелюбителей, недоброжелателей, как это будет происходить. Но давление на СМИ, это ощущается однозначно. Достаточно вспомнить кейсы Клоп-Медиа, издание Политклиника, Ньюс 24 Кейджи, которые также погрязли в судах, и Азатыковский кейс. То есть, да, в последнее время их очень много. Задержив журналистов, наши коллеги Элджи Байшакир и еще один сейчас находятся в СИЗО за попытку высказывания собственного мнения. То есть, мы по-прежнему говорим о нарушении свободы слова в Кыргызстане, которая закреплена в Конституции, которая принята в 21-м году. Да. Вот сегодня стало известно о том, что доступ к кыргызоязычному сайту Клоп-Медиа на территории страны закрыли. Вот напомню тоже, опять же, зрителям и слушателям, что вот в конце августа прокуратура города Бишкек подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Клоп-Медиа по результатам проверки ГКБ. Там в иске говорилось, что публикуемые материалы на сайте направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти. И вопрос, разве закон начает критиковать власть? Ну, вот трактовки некоторых юристов, видимо, предполагается, что можно так делать. На самом деле, свобода слова. Есть четкое определение в международной юридической практике. У нас прописано это в массе из наших законов. Но кому-то не нравится. Очень многие не любят слушать критику. Безусловно, это неприятно. Но вместо того, чтобы делать выводы, становиться лучше, признавать ее, можно проще сделать. Закрыть уши и сказать, я ничего не слышу, я ничего не вижу, я ничего не говорю. То есть вот это классическое китайское выражение, ну вот оно сейчас как никогда актуально. И очень жаль, что журналисты, СМИ, многие предпочитают молчать. Но молчать не стоит, нужно объединяться и говорить об этом. То есть у нас есть очень много изданий, сайтов, блогеров, которые по-прежнему ратуют за свободу слова в Кыргызстане. Ну и еще вот такой вот красной нитью проходит снижение свободы слова, снижение рейтинга свободы слов, где Кыргызстан упал во вторую сотню, сразу на 50 пунктов, 55, по-моему. Ну это, я думаю, показатель. Вот два года назад президент Сантраджапаров, отвечая на вопросы журналистов, там заверял, что давления на СМИ не будет. Давайте сейчас посмотрим, вот архивное короткое видео, затем продолжим обсуждение, напомним как бы зрителям и слушателям. Продолжение следует... Я присутствовал на этой пресс-конференции, я помню. Да, помните, вот на видео президент говорит, что ни на кого в суд подавать не будут, ни на кого преследовать из журналистов не будут, но на деле мы сейчас, два года прошло, видим совсем иную картину. Вот сидят блогеры, сидят активисты, журналисты. Так как вы думаете, почему же Сантраджапаров поменял свое мнение? Ну смотрите, действительно, он пообещал, и от него исков и претензий не приходят. Как, например, это было в 2017 году, когда генеральный прокурор Индира Джудубаева от лица президента Кыргызстана Алмазбека Тамбаева инициировал иск на 37 миллионов сомов, тут он рекорд был перебит в Вечерний Бишкенков в отношении нашего издания, тогда еще называлось оно «Заноза Кеджи», если вы помните. Далее он спустя некоторое время отозвал финансовые претензии, и это было. Сейчас официально, вот юридически, как все работают якобы по букве закона, ни Сантраджапаров, ни глава ГКНБ от Камчады Кташиев, ни генеральный прокурор Курман Кузулушев, кто еще там силовые структуры, не подают иски от собственного имени. Это происходит другими способами, другими руками, называется это борьбой с инакомыслием, по сути, обвинение в отношении моих коллег очень разнообразно, выбирать не хочу. Но все все понимают прекрасно, я считаю, что президент, скорее всего, нарушил свое обещание, но нам не привыкать, это уже у нас не первый президент, и, я так понимаю, не последний, который уже нарушает свои обещания, что не будут свободы прессы. Самое интересное, что президенты приходят и уходят, а мы остаемся. Самое главное быть верным своим убеждениям, позициям, быть над схваткой, мы не защищаем никого, мы никого не любим и не поклоняемся, мы говорим так, как есть. И кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но тут надо уж принять это. Вот в Кыргызстане обсуждается новая редакция закона о СМИ. Вот недавно в ходе одного из мероприятий, где обсуждался данный вопрос, главный редактор Вести Ки-Джи и исполнительный директор фонда журналистских исследований Глади Семельчаева рассказала о том, что со стороны именно госорганов, ответственных за пропаганду, идет вот такое намеренное разделение и распространение ненависти по отношению к независимым СМИ и журналистам. Вы тоже чувствуете подобную травлю и вообще чувствуете себя в безопасности как журналист независимого издания сегодня в Кыргызстане? Ну, с физической точки зрения, скорее, да, чем нет. Что делать со мной с женщиной, как бы я не знаю, ну, максимум меня могут посадить, но тоже не хочется. Спасибо. Ну, мы чувствуем избирательность, это действительно такое есть, куда кого приглашают, кого не уведомляют. Было одно время мода, допустим, отказывать в рассылке, но на самом деле найти информацию не так сложно, как многим кажется. Но мы по-прежнему как бы сотрудничаем и всегда открыты для комментариев. Если, как бы, мы всегда спрашиваем, мы всегда интересуемся. Многие члены правительства тихоря признаются, ну, и депутаты, что начинают день с нас читать, как бы это приятно. Вот. И в любой момент они могут обратиться к нам. Так было, например, с президентом Алмазбеком Атамбаевым, который несколько раз признавал, когда он был неправ, что именно те СМИ, которые как бы, которые он хейтил, да, грубо говоря, которые считал, что его критикуют, именно они оказали ему помощь, поддержку, когда он встал в оппозицию. Это вот вспоминаем 2019 год. Вот. И я думаю, это доказательство того, что надо думать вперёд, учитывать. Очень многие политики имеют свои собственные карманы СМИ. Это тоже надо признать. Многие знают, что и кому принадлежит. Но долго ли это будет такая система работать? Лучше быть независимым. И таким образом мы демонстрируем своё желание работать и быть честными, откровенными, в первую очередь, быть своими зрителями, читателями. Я думаю, что мы выполняем этот долг. Но в то же время вы безопасность не чувствуете? Ну вот. Мы понимаем, что прилететь может за что угодно, да. То есть вот этот закон Кульшата-Сулбаевой, да. То есть там вообще непонятно. Кто-то что-то обидится на какие-то слова и доказывает, что ты этого не имел в виду или что это не так. Как это было в случае с тем же Клоупом. 24 киджи так было. У нас было несколько предупреждений, которые мы доказали, что мы действительно так работаем. Но вот условно иска такого же, как от вечернего бишкека, мы можем ждать от кого угодно. Мы его не ожидали. У нас не было посыла за унизить их. Нет, вообще такого не было. Это был исключительно добрый и позитивный материал перед Новым годом. И все, Алиша. Вот вы закон упомянули, Бульшата-Сулбаевой. Но вот как вы думаете, это справедливо, когда вот закон работает избирательно? То есть он в отношении вас работает, в отношении других независимых, когда они работают, а в отношении, например, тех же ГОССМИ не работают, и тех же фейков. Конечно, они работают. Изначально. Патроны и фейков, которые возглавляемые Даиром Урубековым, это об этом все говорят, и которые сидят и вот как раз-таки эту травму устраивают в социальных сетях. Как вы думаете, это справедливо? Изначально это закон был мертворожденным, это признавали депутаты предыдущего созыва. Министерство культуры, которое является исполнителем, оно говорило множество раз, что они не могут работать по нему, соответственно, они могут заблокировать сайт, но никак они не могут заблокировать социальные сети, тем более какого-то одного пользователя, тролля там и прочее-прочее. Об этом говорилось сразу. Если помнить историю закона, то он был отложен. Президент отказался его подписывать, это еще был 45 веков, он был отложен этот закон, и все благополучно выдохнули, потому что понимали его абсурдность. Но седьмой созыв, решил вспомнить о нем и быстренько очень приняли его. Он работает действительно однобоком, мы вот знаем как бы эту тенденцию, мы видим кого, за что и за какие как бы материалы блокируют. Это действительно есть. При этом в соцсетях тролли, хейтеры и все вот негативные информации, группы поддержки, они полноценно работают, и никому за это ничего не прилетает. И вот закон на СМИ, как вы думаете, какие последствия могут быть, если этот закон будет окончательно, новая репарция будет принята? 99% СМИ, 99% СМИ, которые сейчас существуют в Кыргызстане, они просто закроются, на мой взгляд. Это мое субъективное мнение. Останется один КТР, Кабар, ну и, наверное, Иркенто, да? Государственные СМИ, а также лояльные власти СМИ, потому что могут отказать в регистрации, могут заблокировать за отсутствие пояснений, то есть там разная масса условий на основании, чего можно сделать это. Причем в некоторых моментах нельзя это решение оспорить в суде за торговую марку. То есть видно, что этот закон разрабатывался для борьбы с неугодными. То есть аргументация о том, что этот закон старый, он от 92-го года, его надо менять, он не работает. До появления новой редакции все споры прекрасно регулировали в судах, в том числе и наш, да? То есть все это регулировалось гражданским кодексом, законом о СМИ, законом о журналистике и разными законами, которые прекрасно смогли уже скомпилировать. При этом ключевых моментов, определения интернета, все это на борьбу с интернетом направлено. Сейчас это основное как бы масс-медиа, да? И там неважно, кто это, Арча-медиа, Кактус-медиа, Апрель, Седьмой канал, Кабар, неважно. Это интернет. По сути, это единое пространство. И сейчас интернет — это такая масса моря, в котором очень тяжело двигаться. И разделить его невозможно. И если остальные журналисты думают, что это их не коснется, то они жестоко ошибаются. В любой момент коснуться может каждый. И надо присоединяться к нашей агитационной кампании, да, Которая мы каждый раз, объясняя, почему нельзя это принимать, нашу сторону поддерживают. В том числе и международные партнеры Кыргызстана, такие как Евросоюз, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, и другие как бы прекрасные международные партнеры, которые поддерживают Кыргызстан, начиная от поддержки бюджета, заканчивая покупкой учебники в далекий сё, да, то есть они знают, о чём говорят. И эти люди действительно знают, что такое свобода слова, её регулировка, при этом в многих странах она есть, но не таким жёстким способом, каким пытаются у нас её сделать в Кыргызстане. Геля, тогда вот подытоживая сегодняшний эфир, давайте попробуем ответить на вопрос, есть ли сегодня свобода слова в Кыргызстане? Я сформулирую так, пока есть. Пока есть она. То есть необходимо очень... Ещё раз? Пока есть, но под угрозой. Под угрозой, безусловно, да. Включается у журналистов самоцензура очень часто. Это такое ужасное ощущение, когда ты знаешь, но ты боишься об этом написать, озвучить, снять, рассказать. Через это надо переступать. И надо понимать, что ты делаешь не для себя, а для общества, чтобы оно знало. Все всё знают. Мы просто глаза, уши тех, кто пытается озвучить эту проблему и донести её до власти. Мы являемся мостом. Мы не являемся врагами. Мы являемся мостом между обществом и властью. Не надо бить пианиста, он играет так, как умеет. И мы являемся журналистами. То есть нельзя осуждать адвокатов за то, что они защищают обвиняемого. Это их работа. Точно такая же наша работа показывать ошибки, удачи. Да, мы тоже пишем позитив, если что. Властей гражданского общества. И только когда эти две части будут жить в согласии в мире, у нас наступит тогда полноценная свободное слово. И наконец-то мы можем говорить о развитии, которого мы ждём уже 32 года. И последний вопрос по сегодняшнему конкретному решению Верховного суда. Как вы будете вот эту сумму компенсации выплачивать? То есть нужна ли помощь? Открыли ли вы какие-то счета, чтобы неравнодушные граждане могли помочь? Спасибо большое всем тем, кто уже высказывает желание помочь нам. Спасибо большое. Это очень ценно для нас. Мы не богатая организация, мы не кумтор, мы столько не зарабатываем. Вопрос краудфандинга и помощи нам сейчас обсуждается. Очень много разных условий для того, чтобы это официально провести. Мы работаем всегда официально. и мы можем объявить и рассказать об этом позднее, потому что там необходимо решение судебного департамента о правилах, сроках выплаты. Его сейчас невозможно получить, потому что нет самого решения суда Верховного. Когда мы его получим, тоже мы не знаем, и поэтому мы сейчас, грубо говоря, ничего не можем сказать. То есть мы можем только готовить деньги, наверное, так. А как это будет происходить, мы расскажем обязательно. У себя в соцсетях мы вам сообщим, как бы напишем на сайте, если что, если потребуется какая-то помощь. Еще раз хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто неравнодушен. Мы знаем, мы любим и ценим каждого. Кактус Медиа любит всех своих читателей и хейтеров, потому что все вместе мы делаем этот мир лучше. Это правда. Это так. Спасибо, Диля, за сегодняшнюю беседу. Я зрителям и слушателям напомню, что у нас в гостях была журналистка «Катус Медиа» Диля Юсукова. Мы сегодня обсуждали вопрос давления на независимые СМИ и продолжается молчать. Нельзя писать. Хотя хотелось бы, чтобы запятая была в другом месте. Да, очень хотела. Успехов Диля, да. Надеемся, что «Катус Медиа» продолжит свою работу. Мы будем стараться. Дополнительно потом сообщите читателям, как оказать помощь. Будем ждать успехов в Мандиле. Спасибо большое. С зрителями и слушателям напомню, что «Арча Медиа» продолжит выходить в эфир и выносить на обсуждение самые актуальные вопросы и поиски дня. С нами была Диля Юсупова и я, Кондас Джолдегаева. Мы не прощаемся. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok